Есть ли способы запрограммировать себя на долгую жизнь? Доброго времени суток, мои уважаемые слушатели. Вопросы у вас какие глобальные. А давайте мы сначала у себя спросим, а есть ли цель вообще в этой жизни, вектор судьбы такой? Как бы вы хотели жить? Потому что долголетие, долгое житие, бытие, оно подразумевает занятие, оно подразумевает то, с чем вы будете жить, как вы пойдете по этой жизни, насколько она интересна для вас будет. Вот простой пример. Смотрите сейчас, что происходит. Молодые люди не очень принимают взрослых людей, возрастных людей. Они не хотят, да, они хотят вечно быть молодыми. Они не соглашаются с тем, что тело нашему свойственное такое увядание, да, и люди поделились на две части. Кто-то с достоинством проживает свою жизнь и имеет другое целеполагание. Ей что-то поважнее внешности, ей есть дело любимое, творчество любимое, семья, в конце концов, дети, внуки. И от этого, получая радость, люди и живут долго, они не торопят эту жизнь. А есть другие люди, которые не согласны. И вот молодым, но новому нашему с вами поколению вообще неприемлемо такое целеполагание будущего. Они ни к чему не привязаны, их ничего не держит. И когда присутствует неуважение к взрослым людям, то такие люди программируют себя на короткую жизнь, потому что вечная молодость ни у кого продолжаться не может. А несогласие с тем, что когда-то может быть, я хочу от жизни сейчас и все, оно и подразумевает короткую жизнь. Так вот, долголетие — это то, когда вы точно знаете, что через какой-то промежуток времени перешагнете следующую веху, и у вас будут следующие потрясающие дела. Когда-то мы учились, потом мы вступали во взрослую жизнь, как-то обретали что-то такое ценное, необходимое, потом все обретенное нужно кому-то передать. Так вот, долголетие — это тогда, когда вам есть долго чем-то делиться со своими близкими, со своими учениками, с теми людьми, с которыми вы работаете, с теми людьми, с которыми вы живете, когда вас что-то вместе объединяет. И когда вы назначаете себе цель и идете с этой целью по своей дороге жизни, точно зная, что у вас настолько много, чем есть поделиться, вот это и будет ваше долголетие. Когда нечем делиться, когда нет посоха, то и отдать его не на что, и незачем, нечего отдать. И тогда жизнь, она становится такой увядающей, знаете, таким безразличным времяпровождением. По-другому, по-научному сказать, естественный отбор. Когда человек не востребователен, когда он никому не нужен, если совсем банально, то тогда и жизнь ему не нужна, потому что мы социальны, мы всегда общаемся, мы всегда обмениваемся. Вот и подумайте на тему вашего долголетия. Программу, которую вы прописываете, она и должна быть длительной. Но сначала нужно в себя уложить, как раньше говорили. Сначала нужно вкладывать себя и в имя. Потом имя будет работать на тебя. Вот вам и программа. Она очень простая, как, собственно говоря, и наша жизнь. Вкладывайте сначала в себя, а потом передавая, обучая, рассказывая, показывая, демонстрируя. И даст вам пресловутую возможность долгой, счастливой, радостной и благодатной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok